Здравствуйте! Это программа «В центре событий». Меня зовут Ефим Ишимцев и сегодня в выпуске. Автобусов станет меньше, а дорог больше. На заседании Думы Сургута решали транспортный вопрос. Снегопады не страшны. Сургут готов к осадкам. Коммунальщики справляются. Когда за окном зима, в галерее лето. В стерхе открылась выставка для взрослых. В Москве проходит национальный чемпионат МБИЛИМПИКС-2018. Соревнование по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Югорскую делегацию представляет губернатор Наталья Комарова. На пленарном заседании по профориентации людей с особенными потребностями она поделилась опытом округа по инклюзивному образованию и адаптивному спорту. Основа такой работы – соответствующая инфраструктура, куда входят целые институты для обучения и занятия физкультурой. Например, Центр адаптивного спорта в Сургуте, который высоко оценил генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин. Наталья Комарова считает, что ключевой аспект в профориентации – это наличие мотивации у человека с ограниченными возможностями здоровья к работе или учебе. Участники заседания отметили, что опыт Югры может стать примером для всей страны. Мы стремимся увеличивать количество таких видов спорта, которыми люди могли бы заниматься. И не для того, чтобы люди привезли какие-то медали, зашли на подиум на пьедестал, признание их спортивных достижений. А ровно для того, чтобы, вот, простое слово «социализация», и, может быть, на первый взгляд казалось бы, что это некое сопровождение психологической помощи человеку с инвалидностью, а по сути своей профессии, потому что спорт давным-давно стал в отрасли экономики. Сегодня в Думе Сургута состоялось предпоследнее в этом году заседание. Парламентарии утвердили решение вопросов, которые ранее рассматривались на профильных комитетах. Один из острых вопросов – судьба единственной муниципальной аптеки на улице Ленина. У предприятия серьезные долги, в том числе и по заработной плате сотрудникам. Причиной такого положения называют падение выручки. Сейчас аптека находится на грани банкротства. Самым серьезным следствием этого может стать закрытие единственного в городе рецептурно-производственного отдела. На данный момент аптека находится в самом центре города и занимает помещение площадью почти в полторы тысячи квадратных метров. Только на оплату коммунальных услуг организация тратит 5 миллионов рублей. Депутаты предложили сократить аптеку до размера фармпункта с рецептурным отделом, остальное сдать в аренду. Представители администрации видят выход в продажи части помещения. Продажи муниципального имущества – это тоже не совсем легкий шаг. Все что-то на что-то надеялись. Я не могу объяснить действия администрации города. Я могу объяснить только наше действие Думы, которая ставит вопрос. А вопрос у нас уже два года, да, скажем, это уже третий год об этом. Очень серьезная ситуация. Надеюсь, что все-таки она разрешится. Чем серьезнее ситуация, тем, говорят, лучше из нее выходить проще. Этот вопрос планируется закрыть на декабрьском заседании Думы. А вот проблема с транспортом более долгосрочная. Сейчас появилась реальная необходимость создания транспортно-логистического центра. Большой поток автомобилей требует именного комплексного подхода. Пока такая перспектива есть в Сургутском районе. Но это поможет и городу разгрузить автомобиль поток. В самом Сургуте такая система может появиться только с открытием нового моста через ОПИ, то есть не раньше 2035 года. Что касается в целом комплексного подхода к решению вопроса, то здесь все-таки мы возлагаем большую надежду, что сейчас в декабре нам в Думу должен поступить документ. Это комплексная программа развития транспортной инфраструктуры города, где должны быть обоснованы порядок строительства дорог, маршрутные сети. В том числе сейчас нам в администрации говорят, что утверждена схема организации дорожного движения. То есть, грубо говоря, тот план работ, который поможет наиболее эффективно развивать транспортную сеть и управлять транспортными потоками. То, что можно сделать, так сказать, на местах, практически завершено. Например, максимально оптимизированная работа светофоров. Чтобы еще эффективнее управлять транспортным комплексом города, нужна дорогостоящая система, которая будет наблюдать за потоками в режиме онлайн. Однако пока ее внедрение нецелесообразно. Сейчас, по словам сургутских парламентариев, нужно строить новые дороги и решать вопросы с подрядчиком в части общественного транспорта. В следующем году количество маршрутов планируют сократить. Однако это не касается летних рейсов, когда автобусами пользуются в основном пенсионеры. Будет также прорабатываться вопрос выстраивания городских маршрутов от, а не к социальным учреждениям, больницам и школам. Установка же четко и федеральным центром доведена. Общественный транспорт – это базовая потребность горожан. И поэтому мы в любом случае будем в этом проекте, мы в любом случае будем его решать с привлечением частного бизнеса, с привлечением или развития своего транспорта. Так или иначе, это проблема не одного года, мы будем решать постоянно. И в том числе, мы говорим о транспортной инфраструктуре, мы никуда не денемся, мы к этому придем. Нам надо формировать на дорогах выделенные дороги для общественного транспорта. Автобусы должны будут ездить по четкому расписанию, как метро в мегаполисах, чтобы потребность в общественном транспорте не снижалась. А вот использование электробуса под большим вопросом, тем более в зимнее время. В экстремальных условиях его еще не проверяли, а отопление в сильные морозы будет соизмеримо со стоимостью бензина. Нечистоты текли в Сургутскую реку. Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Сургутской ГРЭС-2. Установлено, что предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения, сбрасывая сточные воды в Сургутское водохранилище на реке Черной. При этом ни проекта нормативов допустимых сбросов, ни разрешения на это у компании нет. Прокуратура на своем сайте подчеркивает, что только с февраля по август этого года объем сброшенных сточных вод с канализационных очистных сооружений в водохранилище составил свыше 7,5 тонн. Среди загрязняющих веществ обнаружены аммоний и он, железо, хлориды, сульфаты, нефтепродукты. По данному делу надзорное ведомство обратилось в суд. Он принял сторону прокурора, который требовал устранить выявленные нарушения. Снег в сургутских дворах убирают своевременно. Работники контрольного управления администрации города провели выездную инспекцию по адресу Губкина, 23. Выехали по обращению жителей близлежащих домов. Сургутяне направили жалобу на портал «Твой Сургут» о том, что управляющая компания не занимается уборкой территории. По приезду контролирующие убедились в обратном. Нерадивых, несознательных компаний на территории города Сургута в настоящий момент у нас нет, не существует. Все управляющие компании, с которыми мы сталкиваемся, они, как правило, выполняют свои обязанности честно и порядочно. Научили выявлять киберпреступления. Организация работы по информационному противодействию распространению идеи экстремизма среди молодежи в телекоммуникационной сети интернет. Семинар на эту тему провели на площадке Центральной районной библиотеки имени Пирожникова. Представители общественных и молодежных объединений, работники учреждений и организаций, муниципальные служащие получили новые знания по борьбе с киберпреступлениями. Теперь они имеют право не только самостоятельно бороться с незаконным контентом, но и обучать выявлять его своих подопечных. Каждому участнику выдали сертификаты и удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. Целью мы ставили это, чтобы в обществе появилась инициатива оказания содействия правоохранительным органам выявления опасных контентов. В связи с этим мы с этой целью добились. У нас появилась региональная организация «Киберхранители», которому мы помогаем. И сегодня это мероприятие, в частности, отчасти и для них. Семинар-тренинг провели в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушения экстремизма и терроризма на территории Сургутского района». Для более глубокой проработки темы специалисты пригласили коллег из других городов. Аналитик Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет Александр Чунин приехал из Ростова-на-Дону. Семинар прошел в формате интерактива. Слушатели активно участвовали в обсуждениях. В рамках данного семинара приехал я в основном поделиться опытом и донести некоторые наработки нашего центра. В частности, очень похожая организация общественная на киберхранителей. В Ростове есть региональное общественное движение «Интернет без угроз». Оно представляет собой более, возможно, административную структуру с какой-то стороны. С другой стороны, это более молодежная структура. Строго 16+. В галерее современного искусства «Стерх» открылась персональная выставка Вячеслава Зайчикова, главного художника Нижневартовского драмтеатра. Правда, экспозиция под названием «Когда все отдыхают» совсем не о служителях Мельпомены, а скорее о лете и отпусках. Автор решил показать, чем он творчески занят в свободное от театра время. Большей частью это цветная графика, коллажи, арт-объекты. Экспонаты объединяют в себе несколько техник. Работы живописные и декоративные, полны юмора на бытовые темы. Зайчика в Сургуте выставляются впервые. Оценить его нетривиальное творчество можно до 16 декабря. Когда все отдыхают после работы, художник после работы опять работает, занимается творчеством. Но все-таки потом стал размышлять художник и решил показать все-таки, как и другие люди отдыхают. И показал вот эту историю, что у нас висит на стенах. В Сургуте зима, а у нас в галерее лето. Лето деревенское, крымское, турецкое. Как-то всегда очень хорошо, когда много ярких красок у нас. От вышивки крестиком до наковальни. В школе Знаменского на территории Старого Сургута открылась выставка ремесла населения Западной Сибири. Экспонаты, предметы быта и домашние украшения принадлежат одному из школьных музеев. Есть как оригиналы, так и точные копии. Шлифовать экспозицию руководителю хранилища помогал клуб исторического моделирования при школе номер 24. Два тематических блока на выставке включают в себя деревообрабатывающее ремесло, кузнечное дело, бронзовое литье и ткачество. А также отражают особенности охоты, рыбного промысла и религиозные представления народов ханты и манси. Уникальным является сюжет деревянной резьбы оконного наличника дома конца 19-го, начала 20-го века. Выставку можно посетить до 9 декабря. Я, допустим, восхищаюсь искусством местных народов. Это вот лодка област, которая является, ну, мне кажется, и произведением искусства одновременно, и шедевром быта. Мы будем продолжать сбор материала этнографического, будем заниматься историческими реконструкциями. То есть вот у нас сейчас два мальчика есть, которые русские доспехи будут делать и так далее. Вот, ну и исследовательской работой будем заниматься. А и немножко расширять будем тематику нашего музея, потому что вот я считаю, что уходит советская эпоха. И как раз время, вот эти бытовые предметы Советского Союза тоже включить в экспозицию нашего музея. Светит солнышко для всех. В городском культурном центре прошел концерт в рамках фестиваля для особенных детей в лучиках надежды и добра. Участвовали как вокальные и танцевальные коллективы самого учреждения, так и подопечные реабилитационного центра. Их совместным номерам аплодировали особенно тепло. Помимо концерта гости увидели выставку декоративно-прикладного творчества. Авторами экспонатов являются дети с особенностями здоровья. Всем желающим нанесли аквагрим. Этот фестиваль здесь проводится почти 20 лет. Добрую традицию приурочили ко Дню инвалида 3 декабря. В этом концерте мы отразили всю свою любовь, все добро и ту теплоту, которую каждый готов подарить. И маленькими солнечными лучиками вот это счастье, радость и добро сегодня расплескалось по залу и нашло свое отражение в сердцах наших гостей. В Сургуте прошли игры третьего тура чемпионата Высшей Лиги России по мини-футболу. В дивизионе «Восток» идет нешуточная борьба за плей-офф. Из 16 коллективов 11 вполне могут побороться за участие в финальных матчах. В их числе и одна из сургутских команд. Местный нефтяник «Блик» в одной из трех игр принимал лидера чемпионата клуб «Корпорация Оси» из Кемерово. Уступая по ходу встречи 1-3, благодаря голам Егора Тынкевича и Адалата Хирлаева, нефтяник сумел добиться ничейного результата. Игра была под контролем. Нужно было в этот момент все-таки забить и уйти в отрыв счете. Мы этого не сделали. В какой-то момент ошиблись в прессинге, притом два раза. Можно сказать, немножко погорячились, я бы так сказал. Сейчас разбери этот момент спокойно. Нужно было спокойно играть по счету и не торопиться. Это, наверное, заслуга соперника, что он все-таки тоже дотерпел и заслуженно ничью сыграли. Еще один сургутский коллектив «Факел» пока выступает не слишком удачно. В девяти матчах у команды Александра Антипова лишь одна победа. В минувшем туре «Газовики» уступили «Сиптранзиту» 2-3, «Корпорации Оси» 3-8 и «Дублю Сибиряка» 0-2. В свою очередь нефтяник «Блик» разделил очки с новосибирской командой 3-3. С тем же счетом завершился матч с кемеровчанами, а над новокузнецким «Сиптранзитом» сургутяне одержали победу 3-2. Для нашей команды тур сложился, в общем-то, удачно. Все-таки мы играли с командами, которые находятся на третьем и на первом месте. Следующий тур мы играем в Елутеровск, это около Тюмени. Соперники, ну, в общем, по этой лиге, в общем, слабых соперников нет. И к каждому туру готовится. Там у нас будет Тюмень-Дубль, гастром-добыча на дым. И, если мне не изменяет память, новая генерация Сыктывкар. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. А программу в центре событий с Юлией Давыдовой смотрите завтра днем. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. В последнее время всех жителей нашей страны и Сургута, в частности, будоражат новости об отключении аналогового вещания. Стоит ли вообще переживать по этому поводу, опасаться, что вы останетесь без любимых телепередач? Разберемся вместе с экспертами. В России после новогодних каникул отключат эфирное аналоговое вещание и телевидение станет цифровым. Несмотря на большой ажиотаж вокруг этой темы, специалисты кабельных операторов уверяют, бежать за новыми телевизорами или покупать телевизионные приставки не стоит. Ровно как и прощаться с любимыми каналами и передачами, которые вы привыкли смотреть в аналоговом формате. Действительно, переживать не нужно, ведь телевизионный сигнал в квартиру людей поступает не через комнатную или домовую антенну. Мы все смотрим именно кабельное телевидение. Поэтому для наших клиентов ничего не изменится. Более того, они даже ничего не заметят. Пакет телевизионных каналов нашей компании остается прежним. Это 55 аналоговых и 150 каналов в цифровом качестве, 30 из которых транслируются в формате высокой четкости. К переходу на цифровое эфирное вещание страна готовилась, начиная с 2009 года. И сейчас этот процесс завершается. Танец – это история жизни. Вы готовы продлить свою историю? Продлите танец своей молодости. Идеальная обувь на любые холода. В магазинах «Жета» новая коллекция удобной, стильной и качественной обуви. Комфортные цены. Действует дисконтная система. Доставка «Пловхаус». Здравствуйте. Апетитный и ароматный плов. Сочные и горячие манты. Сытная самса. Восточный и вкусный лагман. Горячие предложения. Сытные скидки и удовольствие с быстрой доставкой. Вкусная доставка от «Пловхаус». 550-440. Пловхаус.рф. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. Хотите почувствовать себя звездой? Коралки-бар «Спой-птичка» приглашает в гости всех, кто идет с песней по жизни. Уютный зал на 60 мест, танцпол, разнообразные блюда, напитки и, конечно, любимые песни. Принимаем заявки на новогодние корпоративы. Звоните 97-21-97. С любимыми не расставайтесь. С друзьями почаще встречайтесь. И праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33-55-00. Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Тренинг Лаптева Андрея Викторовича. 24 ноября. Гала-отель. Подробно на сайте доктор Лаптев. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье по улице Мелик Тарамова 40 и 40 дробь 1. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Двухкомнатные от 2 миллионов 700 тысяч. Трехкомнатные от 4 миллионов рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт 2 дробь 1. Телефон отдела продаж в Сургуте 600 190. Сипромстрой. Добро пожаловать домой! И о погоде на 23 ноября. Здравствуйте в студии Айгуль Кунахович. Новый Киа Сид. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Киа на нефтьюганском шоссе 62 дробь 2 или по телефону 500 888. Генеральный партнер прогноза погоды Киа-центр Сургут. Официальные дилерки на нефтьюганском шоссе 62 дробь 2. В ночь на пятницу уходящий циклон в Югре местами еще отзовется небольшим снегом. А из-за поступившего арктического воздуха в тыл этого атмосферного вихря морозы усилятся. Днем в среднем приобье начнет сказываться промежуточный гребень антициклона, благодаря чему распогодится. Но температурный фон будет аномально холодным, почти на 10 градусов ниже климатической нормы. Ночью в Сургуте окрестностях облачно-небольшой снег. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 11, минус 16. А к утру похолодает. Утром переменная облачность, местами возможен снег. На столбиках термометров около 18 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Направление ветра юго-западное 3,8 метра в секунду. Температура 16,21 ниже нуля. Домашний погребок расширяет ассортимент товара. Мялкие и прессы для винограда, бочки и стеклотара, дрожжи и натуральные ароматизаторы для изготовления праздничных напитков. Домашний погребок. Торговые центры Агора и Богатырь. Ищите подарок? Сертификат от магазина Домашний погребок. Удачное решение. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составить 749 миллиметров ртутного столба. Как? Как? Ну как? А вот так. Облегченные цены на трусики Памперс. Скидка 41%. Только в Карапузе. Карапуз. Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания.